Всем привет! Сегодня я хотела бы поднять тему в моих видео необычную для меня. Для начала я хотела бы поблагодарить тех людей, которые избавляются от своих комнатных растений летом или в теплое время года, не зимой. Потому что когда вы выставляете свои растения на улицу в мороз, у них нет больше шансов на выживание. А когда вы выставляете, если вам не нужно растения в подъезд или в теплое время года около мусорных ящиков, то у растения есть шанс и, соответственно, его могут забрать себе добрые люди, кому это растение еще пригодится и послужит, порадует глаз. На самом деле, тема сегодняшнего видео – это раздельный сбор мусора с целью последующей его переработки. В Беларуси есть система специальных ящиков для утилизации таких отходов. Как правило, это синего цвета для стеклянных отходов. То есть, впоследствии, такие отходы перерабатываются и используются вновь для производства каких-либо материалов, продуктов. Значит, желтого цвета для пластиковых отходов и, соответственно, зеленого цвета для бумаги. Также в Беларуси есть система по приему этих вторичных ресурсов, куда люди при желании могут сдавать макулатуру, металл, стекло, навес, я так понимаю. Я почему этот вопрос поднимаю, что, допустим, я сужу по себе, когда я гуляю по какому-то парку или просто езжу по своему уручью, меня не колбасит и не вызывает чувство брезгливости, если я подойду, допустим, и за кем-то эту несчастную пластиковую бутылку или стеклянную уберу в соответствующий ящик. Для меня это не проблема, у меня корона не погнется. Вот, допустим, сейчас я в уручье, в военном городке нахожусь, сейчас прогуляюсь по лесу и покажу вам, как это все происходит. Пока что отвлекусь немножко. Я бы хотела развить далее тему этих видео. Буду вам рассказывать о минимализме, о концепции Zero Waste, о том, каким образом уменьшить экологический след в природе, свой экологический след, то есть в том числе и когда мы сортируем мусор для последующей переработки и стараемся отказываться от приобретения пластиковых изделий, пластмассы. Но это я буду уже рассказывать в следующих выпусках. А пока я гуляю по лесному массиву в военном городке Уручье. Вот такой раздельный сбор мусора в Беларуси, в Минске в частности. Стекло синий ящик, пластик желтый и бумага зеленый ящик. Так, для утилизации бумаги в Беларуси предусмотрены ящики зеленого цвета для бумаги. Для утилизации пластика желтые. И для утилизации стекла, соответственно, синего цвета ящики. Вот мимо ящика кто-то попал. Берем, смотрим эту бумагу, утилизируем, соответственно, в ящик зеленого цвета. Так же в военном городке Уручье установили такого плана, как решетчатые коробки. Для того, чтобы более аккуратно граждане сортировали свой мусор. Вот про каждый из видов отходов здесь написана подробная памятка. Вот как мы сортируем стекло, как мы сортируем пластик. И, соответственно, ящики зеленого цвета мы сортируем в бумагу. И вот тоже памятка, что мы выкидываем в бумагу. Также у меня есть соседи, там, где я живу. И они в курсе, что я сотрудничаю с Беларусьфильмом. Регулярно там снимаюсь в кино. И у меня есть, допустим, знакомые костюмеры, декораторы. Которым я регулярно завожу какие-то старые вещи. Годов 70-х, 80-х. Там, платья, обувь, пиджаки, чемоданы. Ну, то есть, какую-то утварь того времени, которая пригодится для съемок в фильме. Потому что я считаю, что это очень полезное экологическое поведение. Чем, допустим, эти вещи будут гнить десятками лет на мусорном полигоне, так лучше эта вещь еще прослужит в кино, поснимается в кино. То есть, вот такое у меня отношение к старым вещам. Ну, и, соответственно, когда я езжу по уручью, мониторю обстановку на предмет БЧБ надписей. У меня всегда с собой баллоны, ножницы или БЧБ лент. Я их срезаю, когда вижу. Вот часто были всякие оскорбительные надписи, когда по уручью ездишь. Оскорбительные надписи власти, то есть, всякие призывы. Ну, и в основном такие надписи были именно в области мусорок. Мусорок, то есть, название телеканалов. И благодаря своим таким поездкам и мониторингу я немножко пополнила коллекцию своих комнатных растений. Так что я благодарна тем людям, которые выставляют свои комнатные растения около ящиков и дают таким образом шанс растениям на то, что их кто-то подберет в добрые руки. А, вот, кстати, комнатные растения нередко я видела, что отдают. Вот в ВКонтакте, допустим, есть некоторые группы, а там даром, в разных городах и вообще. То есть, это тоже, в том числе и такие группы, это способ пристроить какую-то вещь, которая тебе уже не нужна, а другому человеку она еще пригодится. Это тоже, я считаю, что это весьма полезное и экологичное поведение. Чем, допустим, когда мы покупаем какую-то новую вещь, новый товар, мы формируем, соответственно, заказ, последующий заказ для того, чтобы такую же вещь создали те компании, которые ее производят. То есть, мы своей покупкой формируем дальнейший заказ, что вот у людей, у населения, у потребителя есть потребность в такой вещи. Поэтому, если есть возможность, всегда лучше пользоваться тем, что уже есть. Это в том числе и экономия денег, если для кого-то это неактуально или актуально. Ну, то есть, пока старая вещь еще пригодна, ею нужно и важно пользоваться, не покупать новые вещи. Вот такой вот экологический посыл. То есть, использовать до тех пор, пока есть возможность этой вещью пользоваться, так сказать, до конца ее физического износа. В Европе и в США в частных домах также установлены специальные контейнеры для отдельного сбора мусора для последующей его переработки. И имейте в виду, что если вы неправильно утилизируете мусор, допустим, если вы в ящик для бумаги выкинете стеклянную бутылку, то вам придет штраф. То есть, штрафы дисциплинируют и заставляют людей уважительно относиться к законам государства. То есть, только при помощи денежных штрафов люди начинают соблюдать какие-то те или иные правила, которые установлены в этом конкретном государстве. Имейте в виду. А у нас, я обратила внимание тоже, что в контейнеры, в синие для стекла, в желтые для пластика, в зеленые для бумаги, кидают практически все подряд. Почему-то у некоторых людей либо проблемы со зрителем восприятием информации, либо какая-то вот световая сложность восприятия, что именно таким образом необходимо сортировать мусор. Некоторые, кстати, считают, что приезжают в мусорный контейнер и все отходы одинаково ссыпают в один большой кузов. Но это не так. Поэтому на будущее имейте в виду, что очень важно соблюдать раздельный сбор. Для раздельного сбора мусора, а в частности для сбора макулатуры, в некоторых частях Минска установлены такие ящики. У меня есть газета. Все, сделали доброе дело. Так, стекло сдаем в синий ящик. Надписи не видно, но пластик мы сдаем в желтый ящик. Так, бумагу, макулатуру мы сдаем в ящик зеленого цвета. Привезла я своего малыша на ремонт. Здесь вообще у меня такая жесточайшая процедура предстоит. Чувствую, попаду на нормальные деньги. В моем любимом веломагазине на Уручье горячая пора летом. Целая очередь. Но ребята очень классно знают свое дело. Смотрите, какой ассортимент большой. Кто хочет купить велосипеды, приезжайте. Станция метро Уручье, Велопланета. И для детей тоже есть. Выбор. А также средства защиты. Вот, смотрите, сколько шлемов. Друзья, также, чтобы уменьшить свой экологический след, а также не формировать запрос на производство тех или иных товаров, одежды, обуви и прочих товаров бытовой техники, воспользуйтесь сайтом. Ну, в Беларуси, например, kufar.by, где можно приобретать подержанные товары, подержанную одежду намного дешевле, чем если вы это будете приобретать в магазинах или на рынке и прочее. А также, ну, это способ не для брезгливых, потому что некоторые верят в переселение душ и в то, что в секонд-хендах продается одежда, снятая с трупов. Секонд-хенды, вот. Ну, это способ не для брезгливых, для тех, кто любит искать свою вещь за внятные деньги и это, в том числе, практически гарантия того, что вы не будете как инкубаторский ходить. Если, допустим, вы на рынке одеваетесь, то велика возможность встретить человека в такой же одежде, как и у вас. Вот. А если в секонд-хенде вы одеваетесь, то, соответственно, такая возможность уменьшается в разы. Так, в Уручи, около станции метро Уручи, есть секонд-хенд эконом-сити. Так, 30% сегодня скидка. С сигаретой нельзя, с мороженкой нельзя, и с собакой нельзя, а так хотелось. 30% скидка сегодня. Это уже, видимо, новая выставка формируется. Так, 30% скидка. 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 Ух ты. Жаль, не мой размерчик. Так что... Экономим? Так, а в понедельник для пенсионеров 25% скидка. Дорогие друзья, я призываю всех более ответственно и осознанно подходить к приобретению тех или иных товаров в магазинах, ходить в магазин на сытый желудок и со списком предполагаемых покупок, не вестись на какие-то там скидки и очень выгодные предложения. Также, если вы собираетесь избавиться от тех или иных вещей, старайтесь в первую очередь сначала попробовать их пристроить кому-либо. Может быть, эти вещи кому-то пригодятся. И человек, допустим, такую же вещь не приобретет в магазине, а заберет у вас даром. И тем самым вы уменьшите количество запросов. Заказ, так сказать, формируется для производителей на производство аналогичного такого же товара. А ваша вещь будет гнить не на полигоне на мусорном, а радовать глаз нового. Хотя, в принципе, можно даже и за какую-то копеечку продавать товар. То есть, соответственно, новый владелец будет вашу вещь больше ценить. И вы сможете что-то заработать. Дело в том, что если вы хотите свою вещь отдать даром, есть соответствующие группы в Одноклассниках, ВКонтакте. Там, где можно даром отдать свои вещи. В том числе еще есть, если не ошибаюсь, проект, называется Дару Дар. И там тоже можно пристраивать вещи, которые вы хотите уже выкинуть на мусорку. Ну, то есть, они в пригодном состоянии, но вам они, в принципе, уже не нужны. Дело в том, что я хочу в следующих видео более подробно раскрыть тему Zero Waste, экологичное отношение к жизни, к своим покупкам, к своим более осознанным действиям, чтобы стараться уменьшать свой экологический след, который вы наносите природе. Это будет уже, соответственно, в следующих видео. Если тема экологии вам интересна, то ставьте лайки, делитесь этим видео в своих соцсетях, подписывайтесь на канал, дальше будет много чего интересного. Всем пока! Спасибо за внимание! Хочу только небольшое уточнение сделать по поводу одного из владельцев сообщества ВКонтакте. Отдам даром его звать Сергей Лепченков. Дело в том, что ровно год назад, когда начались вот эти все политические какие-то мятежи, призывы, приглашения людей на митинги, на протесты, этот человек меня внес в своей группе в черный список, так как я в комментариях пыталась до людей донести, что БЧБ пропаганда – это неправильно, что национальный флаг у нас красно-зеленый, что президент, за которого народ в большинстве своем проголосовал – это Лукашенко. И, соответственно, этот товарищ Сергей Лепченков активно репостил с всевозможных экстремистских пабликов ВКонтакте репосты с БЧБ пропагандой. Я не знаю, насколько я могу сомневаться, занялась ли им милиция. Я просто развитие этой истории не интересовалась. Но дело в том, что этот человек, я боюсь, что был очень активно, материально заинтересован в том, чтобы в Беларуси произошла именно вот эта вот самая БЧБ-революция, силовой захват власти и прочее. То есть он, пользуясь тем, что его паблика Дандаром во всех городах Беларуси пользовался очень большим, много людей было подписано, и большой популярностью пользовался паблик. Поэтому я думаю, что ему, да, заплатили денег за такого рода пропаганду среди молодежи. Так что вот имейте в виду. Хотя именно с точки зрения как качественный экологичный проект, проекта Дандаром в Life Journal мне оказался очень интересным и полезным для общества. Но я не ожидала, что вот этот вот самый Сергей Лепченков окажется все-таки достаточно меркантильным человеком. И если я не ошибаюсь, он в каких-то интересных проектах участвовал, в том числе и в Америку ездил, где получил какое-то место там за свое интересное вот это вот создание вот этого сообщества Дандаром в Беларуси. Вот. Но имейте в виду, что с политической ориентацией он немножко ошибся. Извините, что вот такую ремарочку, уточнение произнесла в этом видео, которое, в принципе, посвящено немножко другой теме, а не разоблачению владельца популярного сообщества ВКонтакте. 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 Продолжение следует...